здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на своем канале ничего не изменилось я все еще софия лайза хрюкает россия спит ватсон ватсон дал разрешение на съемку вас он всегда приносят мне удачу я ну не мне так ватсона поставьте пожалуйста лайки и подпишитесь пожалуйста подпишитесь но мне очень хочется какой-нибудь круглую цифру под новый год получить пожалуйста я знаю что меня смотрит очень много людей не подписанных на меня смотрит очевидно регулярно пишите все равно не не видно кто подписывается дайте я не увижу ваших ников там как вас зовут это все секретно вход сегодня немножко хотел с вами поболтать надеюсь сильно я вас не утомлю а тема наши наши с вами болтовни она связана с последними событиями которые как я смотрю завели не только меня но и вас в том числе очень многие откликнулись на мой на мой вопрос что вы делаете друзья с непрошенными советами и я очень рада что я получила большой отклик очень много комментариев было и друзья кстати пишите комментарии и если да вот и а если вы сюда впервые попали посмотрите под каждым практически видео у нас тут дискуссии и мы все уже друг друга знаем перезнакомились и дальше знакомимся в общем у нас тут нормально так нормально так вот вопрос то был что делать чего делать с этими советчиками посылать их или не посылать с одной стороны понимаем что мы здесь все взрослые люди мы уже имеем точку зрения свою имеем право на эту точку зрения и поэтому какие-то люди которые там что-то советуют ну как бы ну а лё с другой стороны мы воспитанные же люди там и там вот не говорим о лидерации на даму нет ведь вот плюс ко всему я считаю что должно быть экологичная как это говорят экологичное поведение в сети и я хочу быть такой вот моделью хоть какой-нибудь я моделью могу быть я могу быть моделью экологичного поведения в сети плюс у меня есть отягощающий фактор это воспитание потому что меня воспитывали очень строго меня воспитывали прям вот так вот соня этого делать нельзя соня ты меня убиваешь своими там чем я и ничем и нигде не делала ничего предусудительного при этом я всегда знала как нужно себя вести поэтому обращаться со взрослыми нужно исключительно вежливо тетю и дядю даже нельзя назвать тети и дяди потому что они же формально не тети тебе и не дядя это же не наши родственники и в советском союзе мне учили говорить это дамы этот господин вот так вот вот так вот это дама советском союзе этот господин советском союзе там чего-то стоят и в очереди это с одной с другой стороны да а с третьей стороны я в какой-то момент когда стала себя осознавать уже каким-то там разумным человеком я поняла что мне это тоже вот у людей очень много чем советую они мне говорят как надо надо так 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 и поскольку никого обижать нельзя никого посылать нельзя вроде как со всеми нужно соглашаться я привыкла со всеми соглашаться спасибо спасибо большое а вам большое спасибо при этом из этого ровно ничего не следовало то есть если ваш совет совпадает с моей точкой зрения но окей да если ваш совет с моей точкой зрения не соответствует совпадает до свидания и люди то которые не получали отпора люди которые не были посланы люди которым я не сказала идите нафиг со своими советами эти люди искренне считали а может быть и считаю до сих пор что я с их точкой зрения согласна просто потому что там не было сканемали сказаны те заветные волшебные слова а я считаю что ну я за экологично если я вежливая и плюс я экономлю силы и время да я даже не хочу тратить усилия на артикуляцию какую-то да вот что произносить чтобы кого-то куда-то там выслать да и и вот значит ты приходишь на youtube и тут я вспомнила вопрос вопрос по моему таня татьяна аризоны там по моему это было ты это не задала вопрос я сейчас могу ошибиться в формулировке ну в общем что что несет в себе блогинг неожиданного странного там может быть неприятного кроме траты денег а вот вот это вот все я долго не могла понять как мне ответить что мне сказать ну да деньги я трачу так-то ну чего там но приходят какие-то люди там пишут и такая сякая мы помним да ой мне тут пишут много чего друзья правда подписывайтесь почитайте какая я такая сякая и вдруг я понимаю ну вот вот ответ на вопрос там приходят люди и мне начинают советовать знаете вам нужно вам вам вот это не нужно а нужно вам вот это вот это вот это вот это я в растерянности я в растерянности потому что я все вот эти модели свои детские тащу буквально из детского сада по жизни да вот эти мешки каких-то детских комплексов детских историй каких-то сюжетов каких-то сценариев и приходит тетенька она же меня не послала чего я стану ее посылать а с другой стороны я вдруг чувствую что в мою жизнь влезли и мне странно мне странно и я хочу сказать на всякий случай друзья вот превентивно я хочу сказать что я очень открытый человек как мне кажется как мне кажется я очень вежливый человек мне кажется что я умею себя вести в разных ситуациях в разных компаниях с разными людьми я могу общаться на разные темы я делаю это с удовольствием я делаю это без напряжения какого-то да то есть мне не страшно мне мне нравится с людьми общаться но при этом я понимаю что я взрослый человек я понимаю что я уважаю границы других людей и при этом стою на страже своих собственных границ есть люди которых я допускаю свой ближний круг им очень многое можно как это понять я могу сама рассказывайте себе что-то чего я не расскажу другим я думаю что эти люди считывают эту информацию ведут себя адекватно да при этом даже если я себе что-то рассказываю очень тактичные замечательные мои друзья никогда не полезут и не будут говорить а дальше ты чего а ну-ка подробности дай-ка а расскажите а ты чё а он чё а она чё да то есть я я не закрытый человек я готова обсуждать какие-то темы я готова отвечать на какие-то вопросы я готова принимать советы если в этих советах есть какая-то необходимость разберем сообщ видео которое спровоцировала совет видео был вопрос друзья скажите мне пожалуйста что у вас там по мицеллярной воде кстати а что у вас там друзья по мицеллярной воде дайте мне яркие контакты хороший хороший дешевый в интернете продающийся мицеллярной воды ответа не было но появился советчик советчик появился на тему пластической хирургии я сказала что я знаю что я буду обращаться к пластическому хирургу я знаю я знаю что мне нужна блефаропластика это наша наследственная история моя бабушка бабушка не делала мама делала блефаропластику у нас такой вот веко схожу обрежу лишние не 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 спадала все у меня тут знаю что еще там что-то сделаю денежку только надо заработать на это вопрос финансов исключительно я даже кажется что я уже даже нашла неплохого доктора я подписан я все мониторе очень четко у меня в инстаграме там все ходы записаны вот приходит человек и говорит вам надо делать массаж там банки склянки то все идите туда-сюда и мне хочется сказать так во первых я изучила вопрос я точно знаю что мне нужно я точно знаю какой тип старения конкретно у меня то есть у меня не там не мелкие морщинки и сухая кожица и вот эти лучики бесконечные да и но при этом все подтянуто все вот так нет у меня не такой тип старения я тип старения что все да я знаю как это работает я знаю что с этим можно делать я знаю чего мне точно не нужно вот именно то что не советую неужели люди думают что я никогда ничего там не мониторила не смотрела если в принципе я на эту тему говорю я смотрела мониторила я понимаю что я вообще не тот типаж который приводят в пример делал этот типаж пластику не делал этот типаж пластику науки это неизвестно мне это не интересно мне интересно моя жизнь моя внешность мои деньги и то на что я готова эти деньги отдать вот так вот и я зависла и я зависла и я понимаю что я должна сказать иди отсюда тетя вот прям иди отсюда чуть с другой стороны она взрослая тетя она возможно не хочет мне зла я за экологичное поведение в сети и у меня нет ответа на вопрос и сейчас я понимаю что вот я снова с вами уже сейчас об этом говорю я я вижу что кто-то молчит да не ничего не говорит не отвечает и фактически я тоже не стала вступать в полемику кто-то сразу отсекает 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 и правильно я думаю что это и та и другая модель поведения она имеет право на существование да я думаю что и разные степени вторжения бывают в нашу жизнь и разные типажи типы которые дают вот эти советы советы могут быть разные но я бы хотел все-таки обозначить вот это так что дорогие мои непрошенные советчики спасибо но нет при этом дорогие мои друзья я всегда рада я всегда рада выслушивать ваши рекомендации ваши советы где-то что-то со звуком сделать что-то со светом сделать как-то расположить что-то куда-то посмотреть вот этого парфюмера посмотреть вот этот парфюм сходить вот в этот магазин вот такая помада вот такие тени вот этот фильм посмотреть вот этот книжку почитать я с радостью это принимаю причем я ведь допустим кто-то пишет в комментариях я рада я счастлива я искренне счастлива я может быть не успеваю всем советам последовать но я все все мотаю на ус себе да а и а если мы говорим о блогерах то есть вот о тех девочках которые ну девочках да вот в основном с ними общение у меня нет среди подписчиков есть один Виталий Грин ну то есть и все 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 их видео я воспринимаю как некий совет которому я могу следовать могу не следовать да то есть я там могу быть критичным могу быть не критичным я к чему я к тому что я рада всегда я открыта всегда но как мне жить как мне выглядеть что мне есть что мне не есть и так далее это вообще никого не касается вообще значит вообще со всех больших букв вот а при этом при этом я думаю что мне очень очень повезло с моими подписчиками потому что я когда почти год назад начинала всю вот эту парфюмерную свою историю а мы друзья в январе будем праздновать год моему каналу когда я начинала эту парфюмерную историю я меньше всего думала о том что я встречу такое количество классных людей с чувством юмора с симпатией интеллектуалы красивые замечательные и это большое счастье в общем начали за упокой закончили за здравие все таки как мне кажется друзья не будем не будем превращать это видео долго уже не будем превращать это видео в бесконечность вот все таки давайте скажем так мы взрослые умные замечательные Лайза не качай мне пожалуйста лампу мы тут делимся не просто своими знаниями мы не просто рассказываем друг другу что-то важное полезное интересное смешное приятное мы делимся чем-то добрым светлым и вам спасибо друзья вам спасибо вы меня и поддержали вот в тот момент мне не было плохо мне я не грустила я была растеряна конечно и да вот ну не качай мне лампу пожалуйста но с другой стороны все таки отвечаем на вопрос что несет в себе вот этот блогинг да конечно конечно ты не застрахован от придурков конечно будут люди приходить и говорить и писать и чего-то там да видали мы уже но это все не что по сравнению с тем удовольствием которое я получаю от вас вот так вот за всем я прощаюсь всего доброго друзья и до свидания до новых встреч берегите себя пожалуйста до новых встреч